Сегодня в городе над Бугом прошел 9-й пленум областного комитета Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Большой диалог объединил всех тех, кто на своем рабочем месте выполняет не только непосредственные функции, но и совмещает их с деятельностью общественной, направленной на защиту прав врачей, среднего персонала, а также на привлечение молодых специалистов в то или иное медицинское медучреждение. Привлекать молодых специалистов, во-первых, надо начинать с профориентации, для того, чтобы люди пришли и поступили в ВУЗы и в колледжи уже мотивированы на работу в системе здравоохранения. Это первое. Второе, конечно же, непосредственная работа в самом ВУЗе, когда мы воспитываем наших молодых специалистов, врачей, средний медперсонал и мотивируем их на профессиональную работу в нашей стране. Ну и воспитательная роль играет очень большую роль именно в ВУЗах. Ну и третье, когда люди проходят в трудовые коллективы, у нас есть целый комплексный план, сегодня утвержденный совместно с Министерством здравоохранения, который подразумевает, что, ну, во-первых, коллектив должен принять молодого специалиста. Период адаптации, который проходит в некоторых полгода, в некоторых три месяца, в некоторых может быть и год, и у каждого специалиста должен быть наставник, который адаптирует его в условиях нового коллектива. Ну, естественно, финансовая составляющая играет немалую роль, и это различные доплаты, надбавки, которые сегодня законодательно установлены, и наша задача, как общественная организация, контролировать ее исполнение на местах. Ну, конечно же, вопросы жилья, это и предоставление арендового жилья, это составление на первое время, может быть, это общежитие с хорошими условиями жизни. К сожалению, в каждой профессии сейчас не хватает рабочих кадров. Отрасль здравоохранения – не исключение. Однако радует то, что молодые специалисты приходят и обустраиваются на рабочих местах. В такие моменты особое внимание профсоюзы и наниматели уделяют молодым работникам и молодым специалистам, которые пришли на свое первое рабочее место. Ведь очень важно, какое внимание они уделят, и как помогут профессионально влиться молодому человеку в рабочий процесс. С первых дней работы молодых специалистов представители профсоюза в организации стараются поговорить с ними, узнать, нужна ли помощь, и рассказать, какие дополнительные гарантии и льготы предоставляет таким работникам коллективный договор. Мы сегодня ставим вопросы о том, чтобы в первый период времени рабочее место каждого специалиста было обустроено. Это тоже немаловажную роль играет. Информатизация в учреждениях здравоохранения, условия быта, работы – все это играет очень большую роль в закреплении молодых специалистов. Сегодня очень хорошая традиция сложилась в наших трудовых коллективах, и мы ее, как профсоюзы, поддерживаем. Когда приходят 1 августа, как правило, молодые специалисты, то в течение месяца-двух происходит встреча с молодыми специалистами, разъясняются правила внутреннего трудового распорядка, обсуждаются вопросы и те проблемы, которые есть у молодых специалистов. Они анализируются и, в общем-то, решаются. В всяком случае, мы анализируем эту постоянную работу. Назначается наставник, приказываем в каждом учреждении. По истечению 5-6 месяцев, как правило, проходит анкетирование молодых специалистов. Тоже выясняются те проблемы, которые есть у каждого из них. Ну и повторные встречи. И уже здесь можно видеть, насколько были решены эти вопросы, насколько мотивирован молодой специалист остаться в этом учреждении. Ну вот, это то, что происходит первые полгода. Помимо закрепления молодых специалистов на местах, были подведены итоги работы профсоюзов за 2023 год. Так, специалистами областного комитета был осуществлен контроль, а это проверки и мониторинг по вопросам оплаты и охраны труда, правовым вопросам, а также на предмет соответствия коллективных договоров, соглашению между главными управлениями по здравоохранению областполком и областной организацией Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 2021-2023 годы. Также работникам организации здравоохранения за 2023 год было возвращено незаконно невыплаченных средств на сумму 30 тысяч рублей. К 9-му пленуму наша областная организация подошла с определенными достижениями. Оценивая работу организации в 2003 году, хочу сделать вывод, что работа осуществлялась эффективно и плодотворно. Во-первых, у нас увеличилось членство первичных профсоюзных организаций. Профсоюзное членство как в государственных организациях, так и в организациях негосударственной формы собственности. Во-вторых, мы создали 4 первичных профсоюзных организации новых в отчетном году. Также в государственных учреждениях введено 4 должности освобожденных председателей профсоюзных комитетов, что значительно повысит эффективность работы профсоюза, особенно это актуально в год качества. Большое внимание уделялось оздоровлению членов профсоюза. В отчетном году оздоровилось в санаториях 311 человек, что на 100 человек больше, чем в 2022 году. И на эти цели было на 20 тысяч рублей больше потрачено. То есть областным комитетом произведена компенсация на удешевление стоимости путевок членам профсоюза на 55 тысяч рублей. Туристическая деятельность активно осуществлялась. В поездках приняло участие 7700 человек, что на 600 человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кульминационной темой на пленуме стало обсуждение электоральной кампании. Профсоюзы занимают активную позицию с точки зрения участия в едином дне голосования. Наш профактив, работая в трудовых коллективах, проводит разъяснительную работу. В плане законодательном, с точки зрения избирательного законодательства, всегда проводится разъяснительная работа. Кроме этого, наш профактив участвует непосредственно в качестве наблюдателей на избирательных участках. Эта практика уже существует достаточно длительное время. Ну и самые достойные представляют наш профсоюз в избирательных комиссиях. Сегодня по всей стране проходят отчетно-выборные конференции, собрания наших трудовых коллективов. И, конечно же, мы призываем наш профактив и наши трудовые коллективы активно участвовать в избирательных кампании. Потому что от активности нас сегодня зависит будущее нашей страны. Анастасия Милишкевич, Дмитрий Литвенюк, Юрий Лимантович, телекомпания БУК-ТВ.